За долгое время жизненной аберрации я бы никогда и не подумал то, что хоть когда-нибудь найду Роквелла и покончу с ним. Мы собирались с здоровым большим Трайбом, чтобы одолеть Киев, которая просто так рейдила из защитных маленьких Трайбовцев. Мы ее победили. Алпен Голды ее остановили. Ее забанили за то, что она пряталась в текстурах. И на данный момент мы больше не находимся в Трайбе Алпен Голды. Мы ушли в другое место, которое называет тебя Божьей Землей. Запускаем видос. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами Тутемпал, да мы продолжаем играть по вашим просьбам. Новый сезон, Аэркас, Руайл Волл, но выжженные земли. И тут я, короче, вон валяюсь. Такой четенький, со своей знаменитой бородой в постельке. Кстати, прошу тебя заметить. Цени, как изменился мой графон в игре. Я полазил в настройках, пошарил. Теперь у нас игра с тобой будет выглядеть более так реалистично и красиво. Вот посмотри только на эти стены, как все офигенно у нас все выработано тут. Кара, ну, на карте вот изображены мы выверны Кара. Кто такая Кара? Кара это Алпен Голды в собирации. Они себя назвали на выжженной земле Карой. Они, можно сказать, после уничтожения Иис, выжженные земли стали свободны. Вместе, разумеется, с Айландом они пошли сюда. И, короче, на этой карте, ну, мы решили их искать и отмечать места, где они находятся. Ну, просто чтобы знать, потому что до этого мы тут, можно сказать, единственные трайпы оставались на выженной земле. А тут вот уже решили переезжать, они, разумеется, мы, как можно сказать, ну, бывшие... Хотя, не могу сказать, потому что мы правим этими землями, но мы их немножко контролировали. Ну, нам, короче, надо просто так смотреть, как они развиваются. Они же все-таки бывшие друзья. Ну, и сейчас, наверное, друзья. Мы просто любим смотреть за нашими давними союзниками. Так, ну ладно, перейдем к делу. Я всегда тебе говорил то, что я мечтаю покататься на тираннозавре и так далее. Я тебе всякую такую дичь внес. У нас тут, разумеется, есть вот два вильня промышленная. На втором этаже там химс-то уж. У нас вон турели, прям как я мечтал. Четыре штуки турели стоят. И во всех этих турелях максимум патрон по 1200. Вон мои тираннозавры, да. Мои тираннозавры. Которые умеют рычать вот так вот. Мощно. Так, вот мы сейчас, разумеется, пойдем за виском. А на моем Рексе... Вот у меня, лично мне прям лежит вот этот Рекс 59. Так, что у нас с генератором? Тут просто интересно, что стало. Так, генератор, прочность 700. Объездим, покажи. Вот, кстати, если вы увидите, у меня в углу он очень супер быстро жизнью убавляется. Это все потому, что в железе... Тут жарко, на высшей земле тут очень жарко. Вот я сделал тут второй генератор. Планирую сюда также турели подсоединить. Это у нас тут загон такой. Ну, для животных у нас... Вон, люк даже я поставил, чтобы можно было на... Летающих зверях вылетать. Так, ну что нам надо, в принципе, сделать? Пошли-ка, сходим, хотя и несколько сходим. Че у нас тут подкуплять? Офигеть, мало подкуплять. Это на этих я ставлю. На жуков. С скорпионом. Точнее, со скорпионом наш один скорпион. Че у нас... Боже. Это я заберу. Надо из протухшего мяса просто че... Какое-нибудь дело лепить. Такое дельное дело. Вот холодильничек у нас тут. Надо вот брать вот ягоды. И фигачить ей по наркоту. Мы планируем вскоре приручить у Тирануса. Какого-нибудь нам. Эту серию сейчас может кто-то из сторонников Паукин Гоуд смотреть. Разумеется, так из любопытства посмотреть, как мы тоже развиваемся. Ну, что я могу сказать? Мы мирные. Никого нападать не собираемся. Атака только в случае защиты. Мы со всеми любим сотрудничать и мирно жить. Отмени после того, как мы ушли с операцией. На операцию нам, можно сказать, делать нечего. Но... Но... Мы туда, возможно, вернемся. В скольную операцию. Так, блин, надо же покушать че-то туплю-то. Зато покушать. Вот у меня тут вон сколько и дугимона. Навернем. Так, навернули. Теперь... Вот прям то, что вот ко всему я всегда шел, это... Кататься на Тирексе. Могучий Тиранозавр мой. Погнали за мясом. Вот он, кстати, это... Я когда первый раз на него сел, мне было всегда непривычно. Потому что он более такой, это... Можно сказать, неповоротливый. Такой немножко медленный. Но, в принципе, нормально. Это мощь, это сила. Но все равно Спинозавр, он сейчас считается круче Тиранозавра. Но это не суть. Мне дали достижение заезда на Тиранозавре. А еще вот со мной это... Вот сейчас вот у меня в данный момент в страйбе вот... Карас, Микас и Гриф, ну, который почти не заходит. Но вот... Микакас он заходит. У него есть тоже канал на Ютуб. Если вам интересно, я оставляю ссылку в описании на его канал. Он, кстати, снимает вот наш сервер Арка. Вот он меня снимал. Я там так угарно получился. Мне прям даже весело было. Ну, вот, короче, он снимает вот тоже. Поэтому, если вдруг вам будет не хватать серий Арка наших, то заходите к нему на каналчик. Будем только рады. Потому что у меня видео сейчас по четвергам. Кстати, если хочешь на следующий четверг тоже Арк, то поддержи меня лайками. Без лайков никуда. Без лайков я расстроюсь. Стану унылым. И ничего делать не смогу. Круто мы развились, да? Это вот мы... Эх, правда, наши дрейки остались. Там некоторые набираться. По-моему, один дрейк был. Ну ладно. Суть мы и без них вот хорошо справились. Развиваемся. Так живем. Так что я тут сожарел. Давай, жари. Кормить зверей много. Надо. Ну-ка, парычная. Офигеть, она испугалась. Не, ну я тоже обосрался, конечно, такую махину. Для 56... 57-го, сорян. Для 57-го уровня у меня рэк даже очень нормально вкачивает. Это, кстати, наш первый рэкс. И этот первый рэкс-то у моим. Сейчас у пацанов рэксы получше немножко, но мне без разницы. Не, это нормально. Я его так вот хожу на прогулку с ним. Всех жару. Чтобы кормить детонцев своих дорогих. Так, ну-ка, иди сюда. О, еба. Пиздец собрались, да? Дурачки, да? Вы меня не остановите. Ну-ка, нахуй отсюда. Плохи. Думаю, тираннозавра осили. Нифига, ни тираннозавра не осили. Тираннозавр это мощное существо. Сколько, кстати, мяса уже. Да, с мясом плоховато от нынешнего. Опа, вот, на раптора. Погнали за раптором. Раптор, стой, стой. Стой, раптор. Я тебя сожру. Пожалуйста. Ну, постой. О, нет, я уже не могу бежать с тобой. Иди сюда, раптор, ты проклятый. Я тебя сожру. Ням-ням. Раптор, ням-ням. Вкусно. Иди сюда. Нифига, 140-й. Это раптор. Овощи. Ещё один колобок на меня напал. Задъём его вот так. Опа, а вот там вот нормальное мясо. Надо порычать. Эпично, да? Не, ну, ставь лайк за графон. Видишь, какая графа теперь. Такая настоящая, реалистичная. Не то, что до этого было. А я ведь не догадывался. Я просто не знал, как настроить красивую графу в арке. Я этого просто не знал. А вот недавно узнал, и теперь вот у нас всё красиво и супер выглядит. Так, давай лопаем. Так, ну выгляжу, конечно, чётко. Плюс у нас ещё технологии собираться есть. Поэтому мы могучи с вами быть. Слава богу, врагов нет. Ну, конечно, были враги, но у всех врагов за нас впереди. Так уж вы что, хотя мы только собирались идти в атаку на врага, а его уже зарытили. Обидно было слегка. Хотелось повеселиться над врагом. Просто у нас тут одни парни с Айландов были, они нам вживку убили. Правда, не тут убили, у них нет доступа к выживанной земле. И в этом наш плюс. Здоровый, мощный плюс. То, что мы можем к ним на Айланд. А они к нам на родину не могут. На выживанную землю. Сколько мяса? О, ну в принципе нормально. Идём домой, сворачиваем лавочку. Сейчас давай отдохни, сейчас ты побежишь до дома. Так, давай. Подбежали. Домой, домой, домой. Да, вот дом. Уже линейца. Что нам надо сделать? Я хочу в этой серии добыть обсидиана, в принципе. И уже начать новую партию дурель взять. Опа, ты какую? А вот так посрать у тебя. Чтобы развиваться более эффективно. Да, у нас присутствуют довольно-таки мощные рексы. Спинозавр собираться и сами ездили выбираться за спинозавром. Потому что без спинозавра было бы грустно. Скажу тебе тайну. Я на этом спинозавре ворую цемент у бобров на Айланд. Это очень удобно, потому что он получает баф от воды. И он еще быстрее становится. Так, стоп. Я же забыл. Надо с тебя это... Взять. Кожу. Вот это вот все с тебя взять надо, чтобы покормить зверей. Всяких. Так, это я дал вам. Что, вкусно, да? Хоть вкусно. Так, говно я вам не дал. Так. Вам. Вам я сегодня предлагаю тоже. Мясо по-королевски. Сейчас еще я вам предложу что-нибудь с огорода. Что такое? О, как раз морковку для травоядных. Что задумывался-то? Так, все, кушайте им. Вот у меня все теперь. Я научился в тройбе Алпингов к порядку. У нас теперь каждый шкаф для своих вещей. И это довольно-таки хорошо. Потому что... А, да, кстати, у нас нет проблем с нефтью. У нас есть целая качалка нефти. И нам совершенно пофиг на нефть сейчас. Так, патроны раны делать надо будет. А, да, точно. Надо... Стоп, а что я туплю-то? Надо мне еще один этот сделать. Никого-то сделать одну штуку. Пожалуйста. Потому что у нас ворота сейчас там на пин-коде стоят. Чтобы мне было их удобно открывать и закрывать, пульт удаленного управления мне поставить. Вот сюда вот, к примеру, пульт удаленного управления влепить. Ой, сорян. Ха-ха, нифига. Вот это вот я тут рукой ему дал. Посмотрите инвентарь. Стоп, что? А, бля. Он обесточен. Я об этом и не подумал. То, что если у меня тут нет тока, то он не будет работать. Я об этом и не подумал. Ладно, потратим. У меня есть пульт удаленного управления в другом месте. Совершенно. Поэтому не важно. Сейчас введем код, чтобы открылись мои ворота. Чтоб на крышу нам не лезть. Фигня не мается. Так, а стоп, патроны, все 1200. 1200, 1200, 1200. Так, а журнал на вас, то есть, нападал? Нет, все у нас, слава богу, хорошо. Так, 20, 15. Так. Вроде, что-то нормально было. А, ну вот, открылись ворота. Сейчас на Орле полетим за обсидианом. Это мой четенький аргент. А еще прикол в том, то, что у нас есть один аргент и один мотылек на Айленде. Они потерялись промеж гор. Они там потерялись, и мы их не можем найти. И оттуда забрать, короче, с очень несчастным способом они там потерялись. Так, вот видите, технологии, да? Сейчас ворота эти закрыты. Так, полетели. Вот, в принципе, там в горах есть. Так, ну вот они, короче, потерялись. И мы их не можем ни хрена найти. Мы нашли как-то раз Кешу, но Кеша пропал, когда там ворвался в складку с Терексом. Потом нашли мотылька, его мы тоже потеряли. И самое главное, я не понимаю, как так. На нас были одежки такие теплые вроде, а все равно мы подохли там от холода. Я не понимаю, вот Логик у того места, какой-то Бермудский треугольник. Туда войдешь, но назад не вернешься. Вот мы так потеряли двоих летающих зверей. Я, конечно, не хотел изменять Кеша, но пришлось потому, что мы не можем их найти. Они где-то там летают, что-то делают, атакуют кого-то. Не в ответе мы уже за них, но они живы. Так, давай, полетели. Тут в горах вот кристаллы есть, обсидиан есть. Я сначала, правда, когда начинал игру, что-то по привычке на аберрацию ходил за кристаллами. Но это нам сейчас не нужно. Ах, да, вот вы как видели объявление в начале моего видео. То, что 26 января у нас тут будет это соединение с серверами Рагнарёк. Хотя его обещали этого... Ой, какой январь? Это апрель вроде. Обещали вообще 21 апреля или 11 апреля уже объединение. Они хрена не было. Сейчас, по-моему, там на 26 апреля перенесли. Ну, я вот лично хотел бы на Рагнарке посмотреть грифонов. На грифонах, скорее всего, можно эти яйца воровать у выверн. Мы же хотим выверн. Но, по сути, по сути, с воровством может нормально справиться Тадижара или, например, Мотылюк. Но надо очень хорошо вкачанных. Потому что если не вкачанных, то это будет плохо. Стоп, это что, один обсидиан? Вы серьезно? А еще где? Больше нет обсидиана. Это сколько с одной штуки? Что-то у нас тут икс конкретно упал. Почему так сложно стало? Вот с одного куска обсидиана по 8 обсидиану стало падать. Прям задница какая-то. Жить стало сложно. Вот сейчас вот сколько с этого куска упадет? Ну, ладно, спасибо, хоть 11. Ну, уже просто это, органического полимера у нас тут нет. Да и крабов набираться, нам убивать некем у нас нет возможности. Мы, правда, не пробовали рексов набираться, привозить. Но нам пока рано. Мы там пока не живем. На данный момент. Мы пока хотим нормально развиться на выжженной земле. Так, а где тут это? По-моему, обсидиан был. Не вижу что-то. Где-то тут. В этих краях. Серьезно, нет что ли? Ну и пипец. А сколько я собрал? 34 обсидиана. Так много. Да выкинь ты этот камень, нафига вам тебе. Так, полетели. Вот теперь в эти горы слетаем. Мы так будем летать, летать и летать. Искать обсидиана побольше. Нужно полимер. Нам срочно нужен полимер. И возможно мы это сейчас будем делать. Да, серия посвящена турелькам. Чисто вот наши обустройки. Томить мы сегодня никого с вами не будем. Надеюсь, что вам не будет скучно на это все смотреть. Ну, в принципе, должно вас устроить. То, что вот за столько долгое время не было никаких видео. А тут вот появилось видео про арк. Как мы живем на выжимой земле. Как у нас все классно. Я думаю, вы этому должны обрадоваться. Мне самое главное, вот изменил настройки графики. Вот вроде все так круто стало. Вот у меня небо-то, масштаб разрешения на максимум стоит. Небо на максимум. Графа отлично стоит. Вроде бы все у нас круто. И самое главное, лагов никаких нет. Вот все идет плавно, аккуратно, охрененно. Так, это че-то поломанный обсидиан. Где еще обсидиан? Дайте мне обсидиан. Че нет, что ли? А вот он. Хожу, теперь летаю. Вот такой вот фигней занимаюсь. Че-то у меня в последнее время почти что... Но вчера лично я на сервере был один. Из сатрайбовцев не видел. Ну, чтоб со мной играл кто-то. Я был один. Ну и сейчас я в основном тут сижу один. У меня кто там? Да, их нет в сети. Никого. Так, ну-ка. Надо бы куда-нибудь слетать еще сейчас. Пожалуй. Вот в горах пытаемся найти обсидиан. Конечно, если пойти на айланд, тут на айланде там до хера это вообще дяна в горах. Но там эти горы ебанутые. Вот просто ебанутые мы там уже теряться даже стали. Какой тут реально вермутский треугольник. Че у нас тут? Вот думаю, насчет элементаря и голема приручить может. Ну, нет возможности. Я пока еще этим не занимался. Я не знаю, пока как заниматься приручением такой махины. Так, опа. У нас вот зеленый есть. А тут он розовый. Так, ладно. Возьму-ка я повыше. Эх, помню, как летал на дрейках. А сейчас летают на Аргенте. Все идеально. Бля. Горный элементарь. Че это ты? Двадцатый уровень. Тут встал. Я ж охренел от жизни. Так, ну вот в таких горах что-то вот особо нет. Обсидиана. Надо бы сходить сейчас долететь вон до той горочки. К примеру. Вот, кстати, вот смотрите. Вот внимание на карту. Ой, карта загрузись, пожалуйста. Ну вот, короче. Обратите внимание на координаты вертикально 70 горизонтально 20. Вот где-то вот в тех местах для тех, кто не знает, есть там это логово выверн. И там можно попробовать воровать яйцо. Я скажу. Это вам не дрейки. Попробуешь своровать яйцо у выверн, оно тебя будет до последнего преследовать. От него не убежишь. И ни одна выверн, за тобой стая полетит выверн. А вот с такой скоростью, как у моего аргента, тут сбежать нереально практически. Можно, конечно, попробовать как-нибудь раз сделать окуплинт и поставить заранее шкаф. Потом оттуда сматываться, быстро класть яйцо в шкаф и подыхать. Подыхать от ярости вывер. А потом возвращаться за этим яйцом, братья, спокойно уходить. Но мы еще таким способом не пользовались. И еще нам надо бы хорошо прокачать мотылька, чтобы идти в ту задницу. И где там эти выверные находятся. ой. Не, ну на дрейке было бы тут гораздо удобнее летать. Ну ладно, у нас пока и дрейков опять нет. Опять. Опять нету дрейков такие вот у нас радости. Не радости. Возьмем-ка. так. Ну все, что я понял, это пистолет, война и хрен всякой. Короче, про нас тут историю пишут. Ну-ка, вот пожалуйста, скажи то, что у тебя на верхушке есть обсидиан. Вот реально обсидиан надо бы. Очень нужен обсидиан. Не вижу. Стоп, это что-то та самая гора? Ебануться. Вот я тупанул. А мы сейчас вон в ту гору полетим. Так, внизу у нас находится короче, вот вот это сейчас типа сложное место здесь на карте, где сложно выживать на данный момент. мы находимся тут. Что могу сказать, когда первый раз появился на ужин на земле, было весело, было очень весело. Я иногда даже не знал, что делать, откуда брать воду. Ну, слава богу, вот есть такие реки, иногда попадаются, где есть вода нормальная, но можно наказываться воду еще из жуков, брать всяких. Кстати, не советую тебе, если ты хочешь хороший огород, ой, устанавливать колодец, точнее, строиться с колодцем и использовать колодец. Вот ты у меня видел, наверное, колодец, когда я сейчас там на базе был. Хочу сказать то, что он бесполезен. У нас проведена труба, вот от такой, к примеру, рычушки на нашей базе. вот там здоровая такая труба в гору проведена и она еще там у колодца подсоединена. Колодец дает максимум там, он набирает до 1000 воды очень медленно, он не может нормально обеспечивать грядки. Насчет ветряков вообще молча, у нас там ветер 20, ни хрена не обеспечивает, поэтому у нас сейчас все в основном зависит от генераторов. почти налетел. Еще давай. Сейчас тут обсидиану добываем. Тут, кстати, выверну вчера была огненная, я вот боюсь. Раз вывернули тут лучше не встречаться, это дело опасное. Так, вот, кстати, что думаешь насчет ветерануса, стоит ли нам все-таки попробовать притомить ветерануса? Я, насколько понял, он умеет своим рычанием контролировать корнотавров, но в основном диких. Я не видел, может ли он там контролировать приручных корнотавров, но было бы реально круто, если бы он мог, потому что он делает армию из корнотавров, так, иди нафиг тигр, и идет в атаку вместе со своими корнотаврами, но вот тут в основном этих корнотавров просто дохуя, так же, как и всякой нечисти. Так, давай, долети, 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 о, идеально настолько вот с этим зараза разобраться, заебись было, заебись было, заебись, было, давай, гаси его, гаси, еще, еще, а, гаси, гаси, нужен, гаси, как долго там гаси, давай, еще, еще покой, летячек, способен скорпион, сэк, 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 скорпион, сэк, 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 тогда ты, бис, сэк, никто мне, моего орла, не усыпился, уйди, уйди ты, скорпион, меня не одолеет, все, отошел, так, мясо, мясо, надо кушать, быстро, кушать, очень быстро, чтобы восстановить ему энергию, питательные вещества, так, ладно, вроде вокруг чисто, давай по-быстрому наберем обсидемель, Диану, вчера, кстати, двух альфа-рапторов завалил на айлэнде пятого уровня десятого нашим спинозавром драгоценным, теперь у нас есть скины, вот оттуда у нас, кстати, вот такая вот синяя на прочность сделанная кирка, или как тебе там, ну да, кирка, так, давай, погрузим-ка мы тебе, металл не будем, так, 98 обсидиан, в принципе, нормально, но было бы неплохо еще найти, так, вот еще обсидиан, идеально, сейчас пойдет попрет у нас с обсидианом, с обсидианом, так, еще обсидиан, отлично, набрал, так, принимай обсидиан, вот сейчас вот поперлся обсидианом, другое дело, а теперь походим попрыгаем, еще обсидиан есть хоть где-нибудь, вот железо больше, чем обсидиан в горах, как-то неправильно, вовсе обсидиан, как я мог его пропустить, не знаю, так, ну в принципе с этой горой все, я еще не вижу обсидиана, да, он так просто не будет валяться, полетели-ка мы теперь с тобой домой, так, ну тут вот, кстати, сейчас сверимся с картой, а, ну, с другой стороны, короче, тут есть постройка кары, как раз-таки, они тут, судя по всему, решили сюда базу какую-то строить, если мы узнаем, мы обязательно вам расскажем и покажем, есть тут у них база, на данный момент мы еще не нашим, давай, лети-лети-лети-лети, на, как раз-таки, вот этот импорт мне дал плюс 10 к максимальному уровню выжившего, мне еще 10 уровней набивать, чтоб не дали достижение совершенно выжившей, офигевая, хотя я уже сотый уровень, так, отдыхай, волчонок, я надеюсь, ты не ебанутый, чтоб на меня лезть, волк, ты реально ебанутый, нахуя лезь на меня, когда там перед тобой стоял шук, вот реально зачем так себя вести некультурно-то, некультурный волчара, возможно, надо будет еще аккумулятор сделать, который набираться в основном изучается и делается, но это все по курсу дела, потом это все технологии, технологии, опять же, технологии, к которым мы сейчас придем не сразу, не сразу мы к таким технологиям сейчас с тобой придем, нам пока самое главное развиться тут, а потом уж поговорим там об убираться, очень интересно, как будет выглядеть Рагнарек, вот это вот тоже интересно, я на Рагнарке ни разу не был, но по сути карта-то бесплатная, стоит мне позор, я раньше думал, что она платная карта, но казалось, она бесплатная, сейчас, кстати, еще скоро выйдет вымирание, я имею полный доступ на это вымирание карту, и я буду рад пойти сразу же, как выйдет вымирание, выйти следующая карта после операции, пойти на вымирание, снимать вам вымирание, но пока мы живем тут и развиваемся, потому что до этого я свежи не начинал, я начал собираться, выжжи меня до этого не было, но а теперь она есть, благодаря очень хорошему другу Карлсу, я думаю, вам про него уже говорил, так, вот наш тут нефтяный насос как раз, четенький, так, ладно, влетаем, сейчас самое главное попасть в дырочку, ой, технологии, блин, ой, ну давай вверх возьми, вниз, ааа, блин, да, как это неудачно, вот, по сути, пишут, огромные ворота, а че-нибудь такие, не огромные, можно сказать, даже как-то угарно, ну-ка, попробуй-ка ты в них упасть, о, отлично, че-ж я сразу так не догадался, так, забрали, и пошли гулять, сейчас мы эти ворота закроем при помощи пин-кода, так, их закрылись, все нормально, ааа, код на закрытие, все отлично, закрылись, да, закрылись, все супер, так, понеслась, нам надо делать обсидиан, сейчас, ой, какой нафиг обсидиан, полимер, че-нибудь, так, выпей водички, сейчас буду создавать новые турели, которых нам не хватало, куда опять металл делся, я не знаю, а, будет, наверное, сейчас идти еще с металлом вскоре, но это уже будет за серией, настройка на людей, почему на людей, я считаю, то, что бесполезно, чтобы турели, шмаляли в животных и в людей, лучше, чтобы сразу шмаляли в людей, смотри, если, например, будут нападать, минус всадник, всадника нет, звера бесполезен, его можно будет загрызть уже нашими зверями, если на нас вдруг, не дай бог, будут нападать. Вот такие вот у меня тебе советы насчет обороны, на что лучше ставить твои драгоценнейшие турели. Еще кто-то помимо меня стал у бобров цемент воровать, до этого у меня все так хорошо получалось, я тут сейчас прихожу, то бобров нет, то плоти нет, что-то маловато цемента я стал ковырять на айленде, потому что уже у меня походу есть конкурент по цементу, интересно, вот кто бы это мог быть. Так, давай, лепи по-быстренькому. вот благодаря станкухе, столу и половинной промышленной печи у нас все супер. Мы стали нормально развиваться, но мы вот этим препаратом, конечно, так нормально, серьезно готовились и шли, но сейчас у нас все просто великолепно. Так, этого, в принципе, хватит даже на четыре туреля, четыре штуки. так, электрические укрепления, раз, два, о, зашибись, две турель. А на остальную, о, бля, нихера, надо будет электронику мне ебашить и металл ебашить. Вот это поворот. Так, ну давай, сейчас будет постановка турелей, новых турелей. Турель стоит нормально. Так, а тут куда поставить? Рот сюда куда-нибудь. Так, стоят турели. Так, ну во-первых, надо им задать пин-код. Да, установил я пин-код, установлен пин-код. Все супер. Включить. Так, теперь, без предупреждения. Почему без предупреждения? Потому что нифига нам на территорию соваться. Вот, чтобы сунулся, если вот пришел к нам из любопытства на территорию, чтобы сразу стреляли, чтобы человек, который к нам зашел на территорию, сразу отсюда валит. Аж нифига нам нас тут делать. Никаких предупредительных. Это если на нас будут нападать, то еще пока этот предупредительный будет, они тут уже турели, турели так почти все разнесут, пока они тут предупредительный свой будут делать. Так. в принципе, у меня еще 20 патронов оставалось. Надо будет засунуть сейчас в одну турельку. Я же таким принципом делаю. Сначала одну турель наполняю до 1200 патронов, это максимально, а потом начинаю вторую. Так, все, зашибись. Нацеливание только выжившие радиострений без предупреждения. Нацеливание только выжившие радиострений без предупреждений. Так, что у нас тут? Тут 889 брони у генератора не прет. Кстати, прикол в том, что на выжившей земле у генератора начинает отбавляться прочность. И от того, что у него начинает отбавляться прочность, становится намного сложнее жить. Приходится вот эти генераторы чинить. Ну, в принципе, это не такая большая проблема. Ну, что ж, дорогие друзья, Лана. Вот, смотрите, тут у меня теперь четкой одежды. Это мне больше нравится, чем тот костюм, который я до этого на сегодня набираться. С вами был TotemPout. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых роликов. Я буду только рад этому. Покажите, то, что вы ждете еще новые серии ARK Survival Wolf Выжженные земли. Ну, что ж, всем удачи, всем пока.